Всем здравия! С вами Народное Славянское Радио, Алексей Орлов и Михаил Яд. Здрав, будь Михаил! Здравия, Алексей! Здравия всем тем, кто нас видит, всем тем, кто нас слышит. Какую тему сегодня поднимем в нашем эфире или, как правильно сказать, в записи сегодняшней нашей программы? Нам прислала женщина с именем Наталья такую интересную тему. Предлагаю тему эфира «Береженого Бог бережет». Ну вот давай про это и поговорим. Давай, как будем себя беречь, кто такой береженый и вообще какая канвая этой темы, откуда все взялось? Да, ну вот тут как бы последовательность нам уже подсказана, так что можно прямо по ней пройтись. То есть раскрытие темы – это значит способы защиты себя, семьи, дома, хозяйства. Вот, может, что-то по этому поводу узнаешь, поведаешь? В зависимости от того, какие вопросы будут, наверное, тогда и буду ведать. Пока вопрос мне не ясен, можно говорить на любое произнесенное слово очень много. Тема может вырастать чуть ли не с каждой буквы про вот это вот все. Но хотелось бы все-таки предметно начать говорить. В чем же суть вопроса? Ну вот основное – защитить себя, я так понимаю, это свое здоровье, там, как назвать, лад свой, свое поле энергетическое от воздействия посторонних. Наверное, вот это вот, в этом теме первое – способы защиты себя. Вот так. Способов защиты себя огромное количество, начиная от энергетических и заканчивая физическими. Кто-то строит заводы, ой, кто-то строит заборы, кто-то строит дом-крепость, кто-то живет в шалаше, но при этом почему-то его никто не трогает и не обижает. А когда себя закрывают большими глухими заборами, то эта защита налагает на человека какие-то серьезные проблемки, связанные с одиночеством и прочее, прочее, прочее. Очень часто в эти дома пытаются проникнуть злоумышленники для того, чтобы посмотреть, а не лежит ли там что-то в этом доме такое хорошее, что может пригодиться в хозяйстве. И поэтому часто бывает так, что человек, который тратит деньги на хороший дом, ему приходится потом думать о том, как этот дом защищать. Это что касаемо физической защиты. Человек же, который не тратит деньги на это, на все, но при этом живет в достатке, если он правильно мыслит, если у него все в голове на месте, то в этом случае про физиологическую, физическую защиту, наверное, ему особо думать и не приходится. И вот тут надо нас с тобой, наверное, вот этот момент более подробно разобрать. Как ты думаешь, какими способами вообще возможно себя защищать не физически? Ну вот энергетические способы, которые я знаю, это, например, вокруг себя представлять, что вот такое у тебя стеклянное зеркало вокруг тебя, значит, как это назвать там, твои оболочки, они как бы зеркальные, и то, что на тебя что-то там кто-то направляет, оно отражается вовне на того, кто на тебя направляет. Потом я слышал, мне бабушка советовала, это вот булавку на левую сторону, значит, там одежды пристёгиваешь, причем надо вот этим острием булавки вниз направлять, якобы это вот тоже там направляет посылаемые на тебя помыслы в землю. Потом есть вот, например, как назвать-то, вот дети делают такой вот чур меня, да, то есть вот такая фигушка, это вроде бы как бы тоже такое вот обережное, с этим словом является как бы оберегом твоей. Можно даже фигушку не показывать, например, там в кармане сложить эту комбинацию, да. Ну вот хотя бы эти сначала. С камушком за пазухой и фигой за спиной. И на всех с одной извилиной, как пел Тальков. Ну, можно, конечно, и так. Я думаю, что здесь не просто энергетические какие-то защиты, которые последний ты указал про булавку и про фигу, а здесь еще и некие такие полузаговоры, даже неосознанные в действии. Это отдельная тема, достаточно интересная. Как-то на занятиях в одном учреждении я об этом рассказывал. В общем-то, многие попробовали, все получается. Ну, опять же, в эфир это не будем выносить, потому что, да мало ли что, мало ли вдруг не так поймут. По поводу защиты, вот такой энергетической. Представить себя окруженным зеркалом, да, чтобы те, кто хочет на тебя как-то плохо воздействовать, чтобы они получали в обратку все, что на тебя направляют. Хороший вариант существует, действенный. Также те, кто тебе улыбаются, будут получать обратно улыбки и радость, да, из этой же серии. Но тогда ты отстраняешься от этого мира. И люди здесь будут смотреться в тебя как в зеркало, до головокружения. И у нас будет мультик про обезьянку и енота. Помнишь, когда енот боялся того, кто сидит в пруду? И когда он встретил обезьяну, то говорит, что ты испугался-то? Да там в пруду сидит енот. Тогда смотрит, какой енот? В пруду сидит злая обезьяна. Вот из этой же серии. Действенный способ, конечно, еще раз говорю, действенный. Но надо думать о том, а как ты себя будешь в этом мире проявлять. Если ты полностью отгораживаешься от всех, то в этом случае тогда и ты выходишь из этого мира. Одно дело, когда тебе не хочется ни с кем общаться. Одно дело, когда ты просто сам по себе живешь на каком-нибудь хуторе вблизи Каньки. Это все здорово. Но когда ты в миру находишься, и есть вокруг тебя добрые люди, то как бы вот эта зеркалка не исключила тебя из жизни. Может, какие-то другие варианты у тебя есть на примете? Может, что-то такое придумаешь другое? Ну, я вот тоже, то есть я вот рассказал этот способ. Он мне был интересен примерно год-полтора назад. А потом я вот задумался. Получается, какая штука? Ты вот такой, значит, как рыцарь, навешиваешь на себя всевозможные вот такие вот энергетические приспособления, которые тебя должны защищать. Но по принципу уж подобия, к тебе будут, соответственно, тянуться те, которые будут твою вот эту вот защиту проверять на прочность. И какая бы у тебя ни была самая современная, так сказать, энергетическая защита, может найтись против нее какой-то еще более современный способ ее обойти. И у меня другой вот недавно пришел образ, да? То есть, а что, если ты будешь находиться в таком состоянии, когда тебя будут просто вот то, что тебя пытаются задеть, оно тебя не спорит задеть. Я вот, к примеру, у меня был такой вот, например, воздух или ветер. Вот попробуй его там камнями закидай, например, да? То есть, они просто спокойно впрутят, ну, мимо, сквозь него летят. Это воздух, ветер присутствуют, но никакой вред ему при этом не наносится. Можно и в небо, в небесах кидать камень, но они потом тебе в обратку прилетят. То есть, вполне возможно, самая лучшая защита – это когда ты можешь сам, если тебе надо с чем-то повзаимодействовать, на это понижаться или повышаться до вот этого явления, с которым хочешь повзаимодействовать. А когда не хочешь с этим взаимодействовать, ты можешь изменять свое внутреннее состояние, а мир, по сути, он будет тоже отражая тебя, менять обстановку вокруг. И то есть, ты таким образом будешь избегать вот этих ситуаций, которые тебе не надо, или наоборот притягивать то, что тебе надо. Скорее всего, ты имеешь в виду принцип прозрачности, но он особо ничем не отличается от принципа зеркала. Тоже ты себя исключаешь из общества таким образом. Конечно же, можно поставить выборочный принцип из зеркала, принцип прозрачности, какие-то установки делать дополнительные, но не всегда они действенны, бывают. Вот здесь нужно все-таки квалификация обладать достаточно большой. Мне вспоминается притча про то, как стали соревноваться мастера единоборств. И один сказал, я могу отбить все камни, которые в меня летят. И на самом деле в него бросали камни, он их отбивал, все хорошо, замечательно. Они не повредили ему. Другой сказал, я сделаю так, что камни до меня просто долетать не будут. Он что-то там сделал такое мысленно, и все, кто бросал камни, они не могли до него добросить. А третий сказал, я просто сделал так, чтобы мне не надо было камни бросать. И на самом деле все, кто хотел бросать камни, у них желание такое пропало. Вот вопрос, какой более действенный способ в данном случае? Ну, конечно, вариант, когда делаешь так, что другие становятся дружелюбными, миролюбивыми. На мой взгляд, здесь нужно подходить к миру таким образом, чтобы не создавать каких-то позывов к войне по отношению к тебе и к твоим близким. Учитывая то, что люди есть разного уровня, есть те, которые ближе к демоническим мирам или пекельным, и есть люди, которые где-то так посередочке, есть люди более высокого, то, естественно, надо учитывать их мировоззрение, их настроение, и поэтому быть готовым к миру, при этом не забывая, что кто-то может охотеть воевать с тобой. Вот задача для тех, кто находится выше уровнем пекельного мира и пытается в этом мире что-то изменять в лучшую сторону, вот с ними всегда необходимо говорить с уровня понимания добра, осмысления, здравомыслия. И никогда не пытаться, используя их добро, подняться над ними. Потому что как только ты стремишься подняться над ними, ты сразу опускаешься вниз. Это первое. Люди, которые находятся где-то так чуть-чуть выше уровня демонического, пекельного, там у них присутствует и желание, чтобы было хорошо, и желание чем-либо завладеть. Поэтому так или иначе они будут смотреть на добро, которое их окружает, которое есть у других людей, с целью, чтобы его захватить. Но при этом они не будут особо стремиться делать этого, потому что где-то совесть им говорит, не надо, не надо, ну успокойся, ну все хорошо, нормально. То есть совесть для таких людей иногда является мерилом и останавливающим каким-то фактором. Поэтому с ними нужно говорить и с точки зрения здравомыслия, и с точки зрения любви, и с точки зрения благости. Но при этом не забывать про то, что они находятся близко к пекельному миру, где сила проявлена. Поэтому здесь необходимо проявлять всестороннюю любовь. Вот о чем мы говорили, любовь – это большой-большой кристалл, а не какая-то маленькая грань этого кристалла. И любовь подразумевает, как ведание этого мира, представление о том, что если ты делаешь так, то будет хорошо всем и тебе в частности, а если ты делаешь это, то будет плохо тебе в первую очередь, а потом через твои страдания может быть плохо твоим близким родственникам и в конечном итоге всем. Поэтому, когда ты с благостью говоришь, не забывай, что надо туда еще любовь добавлять, а не просто вот это уси-пуси какой-то хороший. Или когда ты с точки зрения здравомыслия говоришь, надо понимать, что здравомыслие все-таки относится к мозгу, потому что мыслью оперирует мозг, компьютерная вычислительная машина. И у тех людей, которые ближе к демоническому, у них не проявляется здравомыслие, как нам это представляется. У них все-таки именно больше вычислительного. Тогда надо показывать последовательность шагов, которых могут принести к хорошему или к плохому для них же. А вот люди, которые находятся за чертой и более всего ими управляют демоническое пекельное, вот в этом случае тогда вот ту самую любовь, проявленную в божественном, то есть в ведании этого мира, необходимо проявлять всестороннее. И здесь иногда про здравомыслие вообще разговор не идет. Им необходимо рассказывать алгоритм, сразу сказать, вот если ты на меня нападешь, у тебя будет вот это, вот это, вот это. Тебе это надо? Ой, пожалуй, нет. То есть это не здравомыслие, это расчет. Это расчет с показанием невыгодности действий с его стороны. А это как раз и есть любовь. То есть ты не шантажируешь, ты не давишь сильно ни на кого, не заставляешь кого-то подчиниться, но при этом ты просто рассказываешь человеку, который не способен с точки зрения высокой мудрости, божественной мудрости, что-либо осознавать. Ты просто ему рассказываешь, что будет. Если ты сделаешь вот так, то будет тебе вот это, вот это, вот это. Сделаешь вот так, тебе будет вот это, вот это. Какой вариант тебе больше нравится? И вполне возможно, что когда он начнет уже анализировать с твоей помощью, он потихонечку будет программировать свое сознание на то, чтобы не делать больше таких последовательных шагов, которые могут его привести к каким-то проблемам. И так или иначе, он уже через вот эту дрессуру своего тела, через дрессуру мозга, будет у себя воспитывать условный рефлекс, что делать, а что не делать. То есть как будто бы он прочитал товарища Маяковского, что такое хорошо и что такое понял, и не просто почитал, а уяснил, и теперь начинает следовать. Поэтому учитывать надо разные уровни. Везде, естественно, должна быть проявлена любовь. Но любовь должна подкрепляться в случае, когда с высокими, мы говорим с сущностями, которые не хотят в демоническом капошиться, им это неинтересно, они давно от этого отошли или никогда даже туда не спускались. Она должна проявляться вот в кристалле вот этой, например, гранью света. Когда ты говоришь с средним уровнем, где и то, и другое присутствует, то ты им показываешь образец света, но при этом ты им раскладываешь по полочкам, чего делать нельзя, потому что это придет к этому и к этому. А когда ты с демоническим разговариваешь, тебе лучше не светиться, потому что очень часто они рефлексуют на свет и как быки бросаются на то, что перед ними, перед носом дергается. Так они устроены. Поэтому здесь светиться вот этой благости, вот такой не надо. Здесь надо просто с точки зрения позиции уверенности любви божественной и проявленной внутренней силы и силы вот этой энергии, которой ты можешь управлять, им показывать, что лезть не надо. То есть здесь срабатывает принцип «хочешь мира, готовься к войне». Не с точки зрения, что я хочу воевать с кем-то, а с точки зрения того «мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути». И тот, кто сунется к нам, то в этом случае у него будут серьезные проблемы. Если вам это надо, пожалуйста, суйтесь. Если не надо, давайте дружить. Потому что худой мир лучше доброй ссоры. Вот этот мне нравится каламбурчик. И если вот так вот вы будете следовать в общении с людьми, то тогда вы не допустите агрессии в свою сторону. У вас будет сила и указатель, направленность этой силы против того, вернее даже нет, не против того, а готовы оказать отпор. А те, кто находятся в пекельном мире, они, как правило, находятся на уровне понимания хищника. То есть я не хочу лишиться зубов, я хочу есть. То есть хищник, он же не воюет. Хищник нападает на того, кого он может захватить, съесть. Он всегда вступает в схватку с тем, кто или более-менее равен ему по силе, или слабее, чтобы этой территории завладеть. Вот это надо учитывать. Поэтому мирный человек, вот это не в благости, лживой благости, фальшивой благости, находящейся, где уси-пуси, находящейся в силе любви, понимании, ведания, он это все должен осознавать. И он так должен в таком состоянии содержать свое тело, содержать свой дух, содержать свои мысли, свой канал связи с Высшим Я, с Божественным, то есть родовую нить, постоянно тренировать свое тело на правильные какие-то реакции в этом мире, проявления. Чтобы не было хищникам повадно нападать, чтобы они видели эту силу и не желали нападения, потому что в случае нападения они лишатся инструмента захвата другого, чужого. Вот это и есть общение с разными уровнями. Со светом, средним и с темным, пикельным. Поэтому лучший оберег всегда – это устройство человека по отношению к этому миру. Устройство, вернее, отношений, устройство отношений человека к этому миру. То есть упорядоченное это отношение, выстроенное оно правильно, правильно ли подход, гибкость есть или нет. Вот с этим мы так, с этим так, с этим так, но при этом без лжи, без кривды. Гибкость – это не кривда. Гибкость – это умение найти общий язык с тем, с кем ты общаешься. Вот что такое гибкость. То есть сейчас скажут, вот, там предлагаешь лгать. Я предлагаю не заниматься подменой понятий. Гибкость – это когда дует ветер, ты согнулся, но не сломался, а потом выпрямился и опять готов к разговору и общению. А кривда – это когда ты кривишь и уводишь в сторону. Обман – это когда ты обманешь, но при этом в болото заманиваешь. Ложь – это поверхностное что-то. Но это не совсем правда или совсем неправда. Уточнения какие-то есть? Получается, основное ты уже ответил. Самое важное – это именно свое расширение своего внутреннего миропонимания, мировосприятия и, соответственно, поведение. То есть у тебя должно быть такое же. Да. Человек всегда должен быть человеком. И желательно, чтобы он находился в состоянии аза. Это то состояние, когда ты не выпускаешь из виду каких-то мелочей, на которые другие внимания не обращают. Потому что именно из мелочей складывается все. Человек – это цельное тело, но состоящее из атомов, молекул. И если мы эти молекулы и атомы уберем из себя, то тела просто не будет. То же самое, как из капелек складывается самый-самый большой океан. Поэтому мелочи упускать нельзя. Состояние аза – это готовность проявить себя в мире с точки зрения Бога. Это готовность делать, творить добро. Зло – это готовность помочь другому, если он желает помощи, если ему необходима эта помощь. Не причинять добро, чтобы потом было зло. Не гнать никого в светлое будущее. Нет, не про этот разговор. Разговор про состояние аза. Быть всегда в этом состоянии означает всегда быть готовым к любым проявлениям жизни. Дальше вот тут Наталья пишет. Обережная вышивка – значение обережных символов, значение цвета в вышивке. Одежда, как она может защитить ткани. Одежда, как она может защитить, запятая ткани, запятая изготовления цвета. Ну, по большому счету, тут вот опять же в этом вопросе, что, ну вот я сейчас уяснил с этого вопроса, что тут надо очень обладать большим пониманием того, что ты делаешь. И вообще, как эта вышивка, как она будет с тобой соотноситься, будет она тебе помогать или нет. Поэтому тут опять же все сводится к тому, чтобы у тебя твое мировосприятие, миропонимание соответствовало тому, чтобы ты, когда на себя что-то надеваешь, ты понимал, для чего ты надеваешь, и что на ней, на этой одежде должно присутствовать, для того, чтобы с тобой происходило то, что тебе надо. А вот так вот, по моему мнению, просто как бы кто-то тебе расшил, и что оно вот прям тебе точно пойдет, я считаю, что навряд ли это так будет. Вот твое мнение, Алексей. Всегда надо находиться в здравомыслии и в понимании того, что происходит с тобой и что происходит вокруг тебя, о чем мы постоянно с тобой говорим в беседах. Я считаю, что всякие одеваемые на себя принадлежности, вещи, можно отнести к нескольким разрядам. Первый разряд – просто красиво. Второй разряд – это удобно. Третий разряд – это принадлежность к чему-либо. Четвертый разряд – это мой оберег, это меня защищает. Если мы уберем отсюда одежду, оставим только знаки и символы, второй выпадает отсюда, остается – это красиво, ну или модно, кому как нравится. Второе – это принадлежность к чему-либо. И третий – это оберег, который меня защищает. Ну давайте с красивого. Начнем с самого простоя. Есть какая-то мода носить крестики, к примеру. Или сейчас появилась мода носить какие-то славянские символы на себе, знаки. Ничего плохого там нет, пожалуйста, носите. Но надо вот для себя просто уточнять. Если вдруг вы одели какой-то знак или символ на себя, не понимая его смысл, в этом случае вы можете попасть в дурацкую ситуацию. Несоответствие этому символу и над вами ведущие-знающие будут подшучивать, подсмеиваться. Много было случаев различных, когда люди на себя одевали иностранные футболки, майки. И в дальнейшем с ним происходили интересные моменты, когда выяснялось, что же там на самом деле написано. В последнее время татуировки очень интересные. Очень всем нравится делать. Ну не всем, многим нравится делать. Люди просто не понимают, что они творят. Просто не понимают, что они творят. Был такой забавный случай, описанный, я не знаю, правда это или не правда, когда бабушка, которая работала переводчиком долгое время в Японии, вдруг увидела в метро девушку с татуировкой на шее. Короткая прическа, короткая стрижка. И на шее все символы, все иероглифы были видны. И бабушка сказала, девушка ли знает о том, что написано? Она сказала, ну я вот так спросила у того, кто мне делал татуировку, ну тут как бы вот сказал символы любви, счастья и там чего-то еще. Она говорила, девушка, вы ошибаетесь, здесь написано повторно не замораживать. То есть, видимо, тот человек, который делал татуировку, он где-то в каталоге это взял, а в каталог это попало, просто вот люди фотографировали какие-то объявления там или что-то еще. И, видимо, где-то там то ли на рыбе, то ли на мясо, на упаковке это было напечатано, им понравилось, они это в каталог внесли. И вот такие казусные моменты случаются. То есть, человек, когда просто ради украшений, ради моды на себя что-то напяливает, он как минимум смешно может выглядеть в окружении людей, которые что-то понимают. И, в общем-то, это умности не прибавляет, и не прибавляет какой-то значимости для этого человека. Но могут быть и другие моменты. Если вдруг кто-то нашел какой-то знак, символ, и одел на себя, вот тут скрываются подводные камни, очень и очень неприятные. Потому что не просто так этот знак или символ лежит на земле. Не просто так он с кого-то упал, или не просто так его кто-то сюда положил или бросил. Существует множество наговоров, порч и так далее, воздействия на какие-то знаки, на какие-то предметы, которые снимают с его хозяина какие-то проблемы и передают их другим людям. Чернушное направление, на мой взгляд, недоброе, и оно будет наказаться в дальнейшем по полной программе, и наказаны будут те, кто это все делает. Но сейчас речь даже не об этом. Речь о том, что кто это на себя нацепляет. Вот вместе с этими деньгами, изображениями, какими-то знаками, символами, человек принимает на себя то, что туда заложено. И потом вдруг начинаются какие-то маленькие проблемки, перерастающие в одну большую проблему. Я думаю, с этим понятно. То есть глупость, проявленная во всем, когда человек одевает на себя что-то непонятное, неведомое. Особенно это в разы страшнее, когда человек на себя напяливает какой-либо знак, именно напяливает. Вот сейчас такое гадкое слово я употребляю, которое связано с какой-либо религией или верой. Потому что играть с душой и с духом – это самое дурацкое, что может быть на свете. А люди, по сути, играют. Они не понимают, что они делают. Как христиане, как язычники, родноверы, староверы, которые просто так взяли понравившийся какой-то знак и на себя напялили, и все. И думают, что все хорошо, замечательно. Даже не вникая в суть вопроса. Просто себя назвав христианином, язычником, родновером или старовером. Ну вот сейчас плавненько переходим во второе направление, когда какой-то знак или символ является символом веры или религии или принадлежности к какому-либо клану или какому-либо обществу или группе. Вот как раз я уже сказал в начале, что многие на себя это напяливают и считают, что все, налепил на себя крестик, он христианин, налепил на себя ярговый символ, все, он родновер, язычник или старовер. А вот это то, что называется фигушки. Он на себя напялил опять ответственность. Но при этом вопрос, а он соблюдает то, что там в той религии или в той вере присутствует? Ведь когда вы на себя напялили это уже не с точки зрения украшения, а с точки зрения принадлежности к чему-то, вы на себя повесили целую серию, целый объем, ввоз и тележку ответственности за свои дела. Но если ты сказал, что ты пожарный, вот горит дом, будь любезен, иди его и туши. А если ты одел на себя форму пожарную, но при этом не тушишь, а дом сгорел, к тебе будут вопросы. Как же так? Ты форму пожарную нацепил, а дом сгорел при тебе. Ты ничего не смог сделать. Какой ты пожарный? Ну, начинаются разборки. Или кто-то себя назвал космонавтом. Ну, хорошее слово космонавт. Всем нравится. Или кто-то себя назвал электриком. А потом слетела столба, потому что три фазы соединились в одно тело. То же самое бывает с теми людьми, которые только потому, что им нравится слово христианство или язычество, или родноверие, или староверие, себя так называют и что-то на себя напяливают. Недостаточно на себя это одеть. Необходимо очень точно знать, что вы должны делать после того, как себя назвали груздем. Корзинка есть, полезай в корзинку. Дальше будет мытье, чистка, засолка и поедание. Но это что касаемо груздя. Если мы касаемся людей, конечно, там немножко все по-другому, но все равно, назвался груздем, полезай в корзинку, вот такая есть же поговорка, не просто так. Поэтому прежде, чем назвать себя кем-то, изучите литературу, относящуюся к этому направлению. Поймите, ваше это или не ваше. Но нельзя говорить о том, что коруза поет плохо, потому что дядя Вася с помойной кучки какой-то спел арию корруза. Ну вот глупо. Если вам кто-то, какой-то священнослужитель, неважно, христианского направления, языческого, родноверческого или староверческого, или какого-то еще, или там в исламе, да мало ли где, рассказывает красиво про что-то там светлое будущее ваше, но при этом не дает вам возможности изучить это, но, скорее всего, здесь подвох какой-то. Вы возьмите, пожалуйста, литературочку, изучите, почитайте, что там написано, может, это всего лишь на все выдумки того, кто вам рассказывает, потому что он невнимательно что-то прочел, или, может быть, он с вас что-то хочет получить. Может быть, это совсем чужое, другое. А символ, знак вы на себя повесили. Это очень и очень опасно. То есть, грубо говоря, вы поставили на себе клеймо, вот так совсем уже жестко говорить, и теперь вы принадлежите к этому клану, к этой банде. Вот так, если по-простецки говорить, так, по-дворому так, по-пацански так, да? И вот эта банда подходит, говорит, ну, пойдем на дело. Я говорю, а я не хочу на дело. Ну, как? Клеймо ты повесил, ты теперь к банде крашеных принадлежишь, или к банде липких принадлежишь? Все, пойдем. Нет, нет, не пойду. Ну, ты что, предатель, что ли? Не по-пацански. И начинают с тобой разборки. Я привел такой примитивный пример. Ну, разборки-то дальше с душой будут, ты с духом и с телом. Ты куда, товарищ, нас засунул-то? Ты что же не видел, что делал-то? Ты что, не видел, куда нас засовывал? Ты что, не видел, что там происходит? Тебе что, глаз не хватило, чтобы прочитать, что ли? Извильно к извильно не соединились, чтобы элементарно понять простые книжечки, что там рассказывается, о чем? Куда тебя засовывают? И потом начинаются проблемы. То есть проблемы и в жизни, и проблемы, самое главное, после жизни. Ну, тело-то на сто лет прожило, вот, отрывочек, и ушло. А это дальше живет там тысячу, миллионы, миллиарды лет. Где там вот эти сто лет-то? Их уже нет. А весь навык, который получен, уже эти миллиарды лет-то, все равно отражается. Вы же все равно будете там существовать. Если вы приняли доктрину рая или ада, ну, и будете там болтаться миллиарды, триллионы лет, там же нет выхода. Вы туда себя засунули. Или вы взяли ответственность, типа, перед родом, повесив что-то, но при этом вы этот род разрушаете. Ну, и какой с вас будет спрос? Недостаточно кем-то назнаваться, недостаточно что-то на себя повесить или нацепить, или напялить. Это, я думаю, понятно. Ну, и третий вариант – обережный уже. Обережный тогда, когда он оберегает. Оберегать может того и тогда, когда в него что-то заложено. Заложено со смыслом. Когда человек идет и на рынке, или в магазине покупает какой-то красивый знак, неважно, крест это, или там перуница, или какая-то ярговая символика, он покупает всего лишь навсего знак. Он покупает всего лишь навсего некий символ. Одевая на себя, он всего лишь навсего показывает принадлежность. Но становится ли это оберегом? Скорее всего, нет. Для того, чтобы стал оберегом, необходимо провести определенный обряд, определенные действия с этим предметом. Только тогда он может стать оберегом. Только тогда он может оберегать. Вот как ты сказал про булавочку или иголочку, которую надо воткнуть вниз, с левой стороны. Тут ты понимаешь, у тебя сконцентрировалось на чем? Что это защита от темных сил. Дальше. Она острая, направлена вниз. Значит, вот это, 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 это дело. Ты уже образ заложил туда и воткнул себе. Все. Ты создал образ. И это будет твоим оберегом. На физическом плане. А там что получается? Ой, какой красивый значок. Раз, нацепил на себя все с двора. А, мой оберег. Да не думаю, что он вашим оберегом станет. Вот если вы проведете примерно такую же хотя бы цепочку рассуждений, почему он должен быть вашим оберегом? Как он должен действовать? Чем он заряжен? Кто его зарядил? Вот тогда он может быть вашим оберегом. Поэтому просто так еще раз подчеркиваю. Пойти и купить какой-то оберег. Это не будет оберегом. Это будет обережный символ, обережный знак. Не более того. Как же сделать оберег? И кто же может сделать оберег? Во-первых, оберег может сделать тот, кто ведает, что это такое. Кто ведает, как это создавать. Кто ведает вас. Вот это вот третий пункт, который очень важен. Если он вас не ведает, как он для вас сделает оберег? Поэтому лучше всего доверяться тем людям, которые умеют делать, которые вас знают, о которых вы знаете. Надо понимать, с каким помыслом он это делает. Это уже можно как четвертый пункт добавлять. Потому что некоторые продают-то обереги с виду, а на самом деле туда кое-что вкладывают, что не является вашим оберегом. Они могут туда вложить, например, приворот к тому, чтобы к нему, кто изготавливает, шли деньги, шла слава, еще что-то. Чернуха человек занимается и все. Обереги раньше делали или сами себе, или своим близким, или близкие люди делали оберег. Например, супруга вышивала, краила, шила, вышивала рубаху. Лучше сначала сама же собирала лен, или хотя бы приобретала лен, лен делала нити, потом делала полотно, потом краила, потом сшивала, и потом вышивала. Вот в этом случае она может своему любимому, своему суженому, ряженому другу по жизни, супругу, сделать как раз оберег из рубахи, сделав ему по всем канонам и правилам защитную вязь на руках, на вороте, сделать пояс на нижней части. Вот это, да, будет являться оберегом, потому что женщина вложила свою силу, которая у нее от природы есть, как у берегини, вложила свое видовство, которое она уже получила в этой жизни, вложила свое мастерство, и все, когда вместе это слилось, у мужчины появился настоящий оберег. Когда кузнец в общине кует какое-либо холодное оружие, он тоже может создавать оберег, но он в общине, он знает, кому он это делает, он тоже туда образ может заложить. Мужчина женщине может вырезать оберег. То же самое, с таким же прицелом он создает его от начала и до конца, и он дарит именно своей женщине, он дарит своим детям, своим родичам. Вот это может быть оберегом. То есть заложена туда мысль, заложен туда образ, который сочетается с образом того, кто этот оберег будет использовать, у кого он будет находиться. Вот это будет оберег. И не важно, какого символа изначально, или какого знака изначально он там является. Оберег, он подходит или не подходит. Это может быть просто камушек обточенный. Это может быть просто какая-то сплющенная вещь. Это может быть булавка. Это может быть нож. Это может быть ярговый символ. Мы сейчас говорим не о том, что именно такие-таки обереги, а то, что они могут быть совершенно разными. Оберег – это то, что оберегает. Оберегать он может тогда, когда есть вот эти вот действия, произведенные с ним, и заложен образ. Вот примерно так. Ну, дальше получается еще сложнее. Ну, на это ответить так, что кто-то это в домашних условиях, наверное, сделал. Ну, может, у тебя получится ответить. Тут вот написано «Домашние кумиры, идолы». В скобках. Как правильно назвать? Закрывают скобки. Виды, размеры, способы создания, материалы, значения видов дерева для их создания, правила поведения с ними, как подносить дары и требы, место расположения в жилище. Это отдельная передача, называется «Кумирология». Во-первых, слово «идол» – это греческое слово, означает некий образ или лик, вокруг которого или перед которым производится какое-либо деяние, действие, связанное с религиозными представлениями. Это инородное для нас слово «идол». Поэтому идолопоклонничество, оно происходит там, где эти идолы встречаются. У славян идолов нет. У славян есть кумиры. У славян есть образы. У славян есть лики. Поэтому славян назвать идолопоклонниками как-то не поворачивается у меня язык, потому что это иностранное слово. Иностранцы пускай это говорят, когда же не понимая. Когда же мы говорим, то мы должны понимать, что если что-либо есть греческое, а это слово греческое, то в этом случае там, я имею в виду какая-то религия, например, греческая, вот там идолы могут быть. И вот там как раз идолопоклонство может происходить. Если мы говорим про славянство, то тут идолов нет. Идолопоклонничество здесь быть не может. Из чего вырезать, не буду сейчас рассказывать, потому что здесь надо просто вам взять и прочесть, не полениться, найти материалы, кое-как достаточно большое количество, как правильно изготовить кумира. Как его вырезать, какого он размера, какой высоты, из какого дерева и так далее. Но принцип тот же самый. Вы, когда будете это делать, сначала должны представить, что это и для чего это. И только уже после этого начинать что-то делать. А не так, что «А, хочу!» и начинаете резать, а там что получится. Как общаться с ними? Надо понимать, что лик, образ и кумир это не есть ваш предок. То есть вы же не деревяшке поклоняйтесь. Вы же не идолопоклонник. Кумир – это всего лишь навсего некий предмет, который позволяет человеку, не достигшему пока еще высот в этом направлении, концентрироваться на чем-то, чтобы они отвлекали. Вот что такое кумир или вот что такое лик. Ну, к примеру, берете фотографию. Это лик, по сути. Фотографию своего родственника. И вы начинаете с этой фотографии говорить. Но вы же говорите не с самой фотографией. Вы-то обращаетесь к кому? К человеку, который запечатлен на этой фотографии. То есть вы обращаетесь через лик к тому, чей этот лик. Понятно, да? Фотография является даже не посредником, а только помощником концентрации, когда вы смотрите на эту фотографию. Вы концентрируетесь на образе того человека или тех людей, которые здесь изображены. Но вы же не фотографией молитесь. Вы же не с фотографией разговариваете. разговариваете. Вот если так представлять кумир, лик или образ, то в этом случае все становится на свои места. Вы всего лишь навсего концентрируете внимание на вот этой, может быть, деревяшке, камне или чем-то еще, на дощечке, на которой что-то изображено или на которой что-то вырезано. Но вы-то общаетесь не с деревяшкой. Вы просто сконцентрировались, чтобы вас ничто другое не отвлекало. И обращайтесь к родичам. Когда вы достигаете более высокого уровня, то в этом случае вам уже и лики не нужны, вам уже и кумиры не нужны, вам уже и образы эти не нужны. Где бы вы ни находились, вы всегда будете с родичами. И вы только о них подумали, сразу же происходит связь. Как-то алло, алло. Все. Можно, как в анекдоте, быть похожим на Чукчу, который перед телефоном стоял и говорил, телефоны, телефоны, Чукча кушать хочет. Телефона, Чукча кушать хочет. А можно быть взрослым человеком, который наберет нужные цифры, и скажет, алло, принесите мне, пожалуйста, поесть, тут я занят делом, не могу оторваться. Вот Чукча, скорее всего, помрет, если к нему на помощь не придут. А здравомыслящий человек будет использовать телефон для того, чтобы позвонить или что-то узнать, или что-то передать. Вот то же самое и кумир. Телефон вам не интересен. Телефон – это то, через что происходит связь. Кумир еще круче, чем телефон. Через него связь не происходит. Вы просто к нему подошли, обратились к нему, даже не к нему, а через него, и сразу все пошло. Это начальный базовый уровень, еще раз говорю. Это нормальные люди, которые достигают совершенства. Они в дальнейшем перестают пользоваться и кумирами, и ликами, и образами. Но зачем этим пользоваться, если непосредственно прямой, может быть, концентрации так происходит. Кто-то глазки закрыл, а кто-то даже глаза не закрывает. Раз, все, пошло, связь есть. Мысль есть все. Она охватывает не только рядом с вами что-то, она охватывает всю Землю, она охватывает всю нашу Солнечную систему, всю Галактику, и вообще все миры, и все Вселенные. И между ними перескакивает, между ними находится, мало того, она сразу все это поглощает. Мысль слышна человеческая сразу во всем и везде. И поэтому бойтесь своих мыслей, если они являются вашими желаниями, потому что желания и мысли иногда воплощаются. Ну вот, наверное, так. Если что-то вдруг тебе кажется я не договорил, пожалуйста, уточни. Да, я думаю, пора нам все-таки закругляться, а то опять раздуем передачу на пару часов. Благодарю богам, нашим светлым предкам, нашим славным, и тебе, Алексей, за интересную беседу. Благодарю тебе. Еще раз напоминаю, что не в деревяшке счастье, не в металлическом кружочке или квадратике, а в том, что вы вот здесь об этом кружочке, об этом квадратике или о деревяшке думаете, что вы осознаете и самое главное, как вы живете. Вот ваш главный оберег здесь, здесь. Когда это все складывается и у вас вот эта связь работает, то тогда кто может быть против вас. Если вы на стороне богов, кто против вас? Если, конечно, вы понимаете, что против богов никто не может. Очень часто к нам поступают вопросы, которые мы никогда не получим. Потому что эти вопросы, как в рассказе Чехова Ваня на деревне Дедушки, они располагаются на разных сайтах, в разных чатах, в разных форумах, на ютуб-каналах, которые мы никогда не просматриваем. Смотрите, читайте, пожалуйста, мы будем рады, если вы читаете, читаете и смотрите. И мы благодарим тех, кто распространяет эту информацию, если она на самом деле полезная. Но если вы хотите задать вопрос, то в этом случае тогда хотя бы потрудитесь, посмотрите, а где вы этот вопрос задаете. Если вы задаете его не на сайтах, которые каким-то образом связаны с Народным славянским радио, то в этом случае вряд ли вы получите ответ. На деревне дедушке можно написать на конверте. Можно даже его на почту отнести. Но вопрос, получите ли вы ответ. Поэтому, если вы где-то увидели какую-то передачу и у вас возникли какие-то вопросы, потрудитесь найти чат Народного славянского радио, сайт Народного славянского радио, слав радио.орг например, или канал Ютуба Народного славянского радио. И вот там уже задавайте вопросы, потому что вот эти чата, вот эти каналы мы просматриваем, за всем остальным мы просто физически не можем уследить. Вот теперь я с вами прощаюсь, желаю вам добра, до новых встреч, друзья мои, увидимся и услышимся. Пишите вопросы четко, понятно и разборчиво. Быть добры. латом коне русско-легкие тысячелетия русс!